Всем привет! Это Игорь из Австралии. В сегодняшнее видео мы поговорим о женщинах войти из-за границей. Ну, конечно же, у меня было много мыслей по этому поводу, но всё никак, ни руки, ни ноги не доходили для того, чтобы снять видео на эту тему. Меня опередила Ксения, и поэтому я не мог к ней удержаться, чтобы сделать видео-ответ, видео-дополнение к её основному видео. Ну, кто я такой? Почему я могу вообще об этом всём говорить? Меня зовут Игорь, как уже сказал в начале видео. Я в IT работаю более 20 лет, живу за границей более 12 лет. Свой путь в IT я начал, наверное, с УПК-программирования, где мы ещё на Паскале писали первые программы. Именно тогда я понял, что программирование — это не моё, но в IT я всё-таки остался, потому что IT было моим хобби. Далее я заканчивал физико-математический лицей, далее учился в бакалавриате в России, ну и здесь в Австралии уже поступал в магистратуру и закончил её как бизнес-аналитик. Сразу дисклеймер. То, что будет сказано в этом видео, никак не касается никакой женщины индивидуально, а просто обсуждаем идеи, которые есть на Западе. Впрочем, как и любое моё другое видео. Женщин всех, почти всех люблю, конфеты дарю и цветы тоже. Зацепило меня слегка то, что под видео Ксении мои комментарии слегка начали удалять. Первый мой комментарий был на вопрос девушки, которая из 11 стартапов умудрилась в 19 лет выбрать 5 успешных. Мне это было близко, потому что я уже как два года являюсь кофаундером стартапа. Здесь в Австралии, в Сиднее мы уже прошли раунд сид инвестиций. У нас уже несколько инвесторов и уже есть инвестор на раунд A основной. Поэтому я сам лично понимаю, насколько это сложно сделать. Сам я также занимаюсь инвестициями в рынок фондовый, где одна из двух, наверное, инвестиций считается успешной. А тут увидеть, что 5 из 11 были успешными для меня показалось немножко странным, потому что стандарт в индустрии 1 на 27-28 стартапов. Даже каким бы вы опытным человеком не были. Но мой этот первый комментарий был удален. Ладно. И, по-моему, еще я один, второй писал комментарий. Уже был на тему продвижения Netflix в России. Там уже, по-моему, сама Ксения. За что, блин, люблю Ксению? За то, что она людей дожимает до, ну, до стены, наверное, можно сказать. Ну, там я уже видел, что Ксения сама не вытерпела. После того, как она у продуктолога спросила вопрос на тему, что было основной идеей фильма «Игры в кальмары». По-моему, девушка затушевалась, так не смогла ей ответить. Но идея там была простецкая. Там говорилось о том, что многие люди, особенно те, кто живут на Западе, там, в Южной Корее, в Канаде, в Астралии, там, в США, везде, они по уши в долгах. Ну, и фильм показывал определенный выход, и что люди могут сделать для того, чтобы избавиться от своих долгов. Эти два примера, два моих комментария, которые были, по сути, вопросами, но они воспринялись, видимо, в штыки, не знаю, кем-то модератором канала или что, были удалены. Это то, почему многие, ну, не то, что все, потому что, опять же, не все. Есть женщины здесь, специалисты своего дела. В частности, в Сиднее много приехало по профессиональной эмиграции. Вот в эти последние пять лет до ковида они приехали, много девушек до 30 лет, приехали по профессиональной эмиграции, бухгалтерами, айтишниками приехали, а также бизнес-аналитиками. И, ну, слова о дискриминации я от них не слышал. Также я не слышал слов о дискриминации, ну, от женщин у себя на Дальнем Востоке, которые были предпринимателями, там, сами всего добивались, и никто им ничего не мешал делать. Разговор, скорее всего, о людях, которые, наверное, оказываются не в своем месте. Как они оказываются элементарно? На Западе здесь существует понятие гендерных квот. Мы много слышим в новостях и везде, так, в миде о том, что дискриминируют женщин. На самом деле все здесь с точностью да наоборот. А если ты мужчина, потому что мне довелось работать и здесь в IT-компаниях, и, ну, соответственно, конечно же, у меня есть друзья, которые работают здесь в IT-компаниях, то есть не только русскоязычные, а и австралийцы, и другие иммигранты-приезжие. С чем они сталкивались? С тем, что, ну, я лично даже сталкивался, с тем, что, когда здесь появляется позиция, не говоря уже о том, что это IT-позиция, вначале рассматривают женщин. Потом эту позицию предлагают всем женщинам, которые есть в компании. После того, как все женщины в компании отказались от этой позиции, ее предлагают на рынок. Если на рынке никого не нашли, тогда уже предлагают эту позицию мужчине, у которого есть образование и опыт по этой специальности. Ну, такова реальность, что злиться на нее не злиться, мы как бы не можем, что есть, то есть. В какую эту проблему выливается? В том, что людям, кто оказался на своем рабочем месте в результате своих усилий, приходится работать с теми людьми, кто оказался там по гендерным квотам. Опять же, это не касается именно женщин. Это могут быть меньшинства. В Австралии, допустим, любят аборигенов. Я так понимаю, в США это будут черные люди. И людям, кому подсаживают вот таких людей по квотам, страдают сами команды. Вы на YouTube можете с легкостью найти ролики от этих людей, кто описывает вообще всю эту ситуацию, как тяжело работать с неквалифицированными сотрудниками. Также я не считаю, что это справедливо по отношению к женщинам. Почему кто-то за них решает, работать им в IT или нет. Я, как мужчина, небольшой фанат, наверное, небольшой фанат IT-индустрии. То есть мне нравится много моментов, которые около IT, но программистом я не стал. Я это еще понял в детстве, что это требует определенного склада ума, это требует любить, наверное, изоляцию, не любить людей. Но это требует всего того, что мне, как кажется, вот человек, который за 40 лет примерно понял, кто такие женщины и как они функционируют, это просто не их. И получается, что много разговоров идет, вот у нас там не соответствует количество гендеров по определенным специальностям. Так их не может соответствовать, потому что банально выбрать не из кого. Кстати, мы для своего стартапа сейчас ищем реактора-зработчика. Ну, если вы занимаетесь реактивом, напишите, может, договоримся. И банально из там 50-70 человек можно выбрать, ну, может, 4-5, с кем только стоит вообще разговаривать. А женщин нет. Просто женщин не подается, 70 человек на вакансию. Подаются мужчины, потому что женщины банально не идут. А выбирать женщину просто ради того, что она женщина, ну, извините, у нас как бы стартап, нам вначале нужно зарабатывать деньги, а не бюджеты осваивать на гендерные квоты. Мы пока себе этого не можем позволить. А большие компании вот здесь, на Западе, они банально вынуждены создавать, уже доходит от того, что просто создают вакансии, там, под 80 тысяч долларов в год, чтобы вакансия была и чтобы удовлетворить вот этим требованиям гендера. Потом, ну, эти компании успешно выходят там на IPO, поднимают следующий раунд и списывают эти 80 тысяч просто в убыток. Ну, а вот другим как бы людям, кто работает внутри компании, приходится с этим всем иметь дела. Справедливо это? Ну, я считаю, несправедливо. Еще интересно, в этом видео было сказано, не помню, кем мы женщин, о том, что чем ты выше поднимаешься по иерархии, тем меньше процент женщин встречаешь на высоких должностях. Так и мужчин там тоже мизерное количество, мужчин и, как правило, какие-то фанатики. Я, опять же, лично, вот как мужчина, из своего опыта говорю, что вот я не хотел бы заниматься корпоративной вот этой жизнью. Это вообще просто не мое. Почему мы вдруг все решили, что женщин должно там было сто быть столько же, сколько мужчин, мне тоже непонятно. Мне кажется, что, ну, чисто вот такая догадка, у женщин более интересные занятия в жизни, чем вот эта все корпоративная каша. И также вот мне тоже, ну, наверное, не нравится, то, что на Западе женщинам внушают, что ты должна заниматься карьерой, а без карьеры ты никто. И поэтому часто вот можно слышать здесь о том, как они успешны в карьере, хотя, ну, также русская женщина, там, из русскоязычных стран или, там, из стран Латинской Америки, она, наверное, посмотрит, скажет, ну, что-то, наверное, женщина не тоже женщина РС, она не хочет там ни детей, ни семью, а вот хочет работать на какого-то дяде. Опять же, ты же как женщина, которая выбирает корпоративную жизнь, она же не становится независимой-независимой, она становится зависимой от своего босса. Если женщина выбирает свой проект строить, она, опять же, становится зависимой от своего проекта, да, она, возможно, не зависит от своего мужа уже и так, но лучше, опять же, ну, чисто мое предположение, быть хозяйкой своей семьи и своей маленькой ячейки общества. Но тут уже каждый сам решает, поэтому... Как обычно, ставим лайки, пишем комментарии под этим видео. Привет тем, кто пришел с видео Ксении. Конечно же, подписываемся на этот канал, чтобы быть в курсе обновлений. Спасибо большое за внимание. До свидания. Привет, интернет! Это Игорь из Австралии. И в сегодняшнее видео мы поговорим про протесты в этой стране. Ну, на самом деле, не все так сложно. Вроде полиция на улицах не гоняет, по крайней мере, в Сиднее. В Квинсленде так совсем уже карантин снят, а в Мельбурне до сих пор сидят в карантине. И там, как вы видите, в новостях происходят протесты. Для того, чтобы понять, откуда взялись эти протесты, нужно подумать о причине, которая их стимулировала.